ну вот так хорошо ответили я хотел спросить вы говорили про этого отца владимира мы даже ролики вот мы смотрели головин вот чем там сейчас не служит и как вообще вот он вроде о вас там что-то отзывался тоже на воскресенье от прошедшим хотел приехать обо мне спрашивали ну он ответил как его мнение все положительные я бы взял это для многого не потому что он обо мне говорил а он именно говорил главное главное что человек вот так верит в нем православные а мне даже врагов заповедано любить а как же я буду не любить брата защищается православие один батюшка из нижнего года я даже говорил его спрашивает ну а кто он такой и гнать скажите а у него бывает что он говорит о боге и люди обращаются у и говорит омази как священник написал доктор богословия бочков горит а тысячи людей которые пришли не десятки не сотни это тысячи вы куда денете-то он а ему говорят так он всех направляет патриархии а еще он еще нужен человек который где-то что-то делает зарабатывает он домой тащит они к соседу через забор бросает а самая ценная душа вы сами ответили на это и все заглохли больше нет вот отец владимир именно так отвечает я вижу у него самое положительное он кажется батюшка из народа он любим народом он вышел к народу он не стремится до замок амбарно повесить на двери как этот адриан старообрядческий говорит у нас служба отошла говорят амбарный замок на двери и до следующей недели никого храме нет и мы убеждал что что правильно так а этот сидит как отец геннадий фас служба кончилась он сел и сидит в храме один а в это время юревич этот зашел и он обратился сын у него арсения у меня был андрей батюшка юлия кажется жена вот такое дело так что об отце владимира если я буду сейчас говорить вот это так то ему это могут даже в обвинение поставить и с кем знаешься с еретиком сектантом там ну и все остальное поэтому мне лучше промолчать я молюсь о нем молюсь и других призываю к молитве я знаю его расположение он не один раз сказал это вот каскун есть максим его спрашивает вопрос тоже но у меня такие по пять минут ролики а вот что вы скажете об и гнатью лаптин и гнатью лаптин а я его внучатка а через него геннадий фас обратился а я через геннадий фас то я готов его внучатка ну и все на этом отец олег стене назвал меня необыкновенно продуктивным миссионером много я уже давно не знаю прижал потеряевки был тут когда ее не было еще не восстанавливалась я у него был москве в больнице посещал его вот все рассказать сейчас ничего не могу я давно не знаком а я как-то сказал что из тех кто выступает на вопросы отвечает самые правильные ответы дает олег стеняев он на библию ссылаются они так как у осипова он сказал слова эти передернул всех из ада вывел вечного мужчине нету на основании писания пока толкование это потом мы мы один ответил человек я отвечаю за свои слова не зато как вы поняли их господь за свои слова отвечает они на то что ты там нагромоздил никакого доказательства нету вот а это так говорит с сектантами где-то что-то я не согласен что он говорит и о столь важном деле в индии как было как его задерживали тут ехал он но задержали тут может быть какие-то ваххабиты едут а один посмотрел а ты же смотри какая рожа красная толстопузы даже поп настоящий отпусти его но сам говорит и смеется один хотя выпивший сидел ну вот так как есть один там сектант пришел он его накормил ночью курочка у него была сам не съел да кто-то говорит мне эта курочка и привела к богу то это у меня такого не было я не через курочку а чтобы человек сознательно понял писание будет нас судить 12 48 евангелия тьяна а понимать его надо только вот так а как чтобы ни одно место библии не противоречило вот говорят тысячелетнее царство будет сначала бог вознесет праведников на тысячу лет а куда вы денете когда говорится оставьте россии вместе до жатвы жатва кончина века до жатва вы за тысячу лет если 365 дней в году может на тысячу 365 тысяч дней вы ошиблись он я воскрешу его верующего в последний день только в одной шестой главе евангелия тьяна четыре раза горит последний день христос мартфе говорит воскресенье брат война к зная воскресенье в последний день откуда они эти сведения от общения со христом в последний день верующие а тут за тысячу лет их не продолбить ничего нельзя почему дух заблуждения буял в мозге дух лжи так понимает так ну что на бошли пусть ладно ну вот такое дело об отце владимир я могу сказать только положительное и самое хорошее на благословит его господь он моих молитвах собирается теперь может быть даже девятнадцатом году приехать пусть приезжает до интересного а ему интересно здесь он говорит итак игнатию он выступает как учитель это и мой учитель не просто учитель а мой гарт учитель я не претендую ни на что его слова вот вот воскресенье было двадцать третьего сентября понятно это поеду ладно если будут вопросы еще я буду здесь до 10 октября может укрепиться необыкновенный фон такое а то мы сидим все на кухне с богом ладно давайте спасибо он пошел уже бычарно ты только кричи на него и сразу бросает на перехват иди